Шавуатов, дорогие друзья! Уже ровно через неделю начинается самый светлый и святой месяц Элюль. Что это за время? А говорят наши мудрецы, что именно в Элюли Мошера Вейну поднимаются снова на гору Синай, и Всевышний после того, как простил еврейский народ за ужасный грех Золотого Тельца, дает им новые скрижали, дает им прощение и спускает свою Тору в наш мир. Это уникальный контакт между людьми и Всевышним, между Творцом и Его творениями. Невероятная любовь проявилась именно в эти дни. Мошера Вейну поднимается 1 Элюля, спускается через 40 дней в Йом-Кипур, и это уникальные-уникальные 40 дней любви и милосердия со стороны Всевышнего к нам и Его творениям. Поэтому говорят наши мудрецы, не дай Бог, кто-то будет пропускать это святое время. Нельзя пропускать ни секунды, и еврейские праведники всегда кричали «Элюль! Элюль!» Дорогие друзья, не забывайте, сейчас такое святое время, и мудрецы назвали это время, что Бог находится в поле, царь находится в поле. Обычно, чтобы попасть к царю, нужно добраться к нему во дворец, а во дворец к царю очень сложно попасть. Как ты туда попадешь? Там стража, там свои правила, записывайся на прием, может быть, через год тебя кто-то там вспомнит про тебя, и тебя как-нибудь примут на одну секунду. Но когда царь выходит к людям в поле, любой может к нему подойти. Говорят нам наши мудрецы, ловите, наидишь это называется хаб араин, ловите это время, Бог находится в поле, идите к нему. И как известно, «Элюль» это заглавные буквы «Ани, Ледоди, Ведодили». Я иду к моему Всевышнему, а Всевышний идет ко мне. Нам обещано, что если ты сделаешь небольшой, небольшой один шаг в сторону святости, в сторону Торы, в сторону Всевышнего, тебе обеспечено, что Бог сделает в сторону тебя тысячу шагов. И та духовная ступенька, которую тебе было тяжело постичь, и ты думал, это невозможно постичь в течение года, в «Элюль» все возможно, в «Элюль» все двери открыты. И мы обязаны, обязаны каждую молитву молиться иначе, молиться лучше, потому что это молитва в «Элюль». Каждый урок Торы, он должен быть другим, наше поведение между людьми должно быть другое, потому что сейчас «Элюль» царь находится вместе с нами, и мы можем приблизиться к нему, и будь непростительной ошибкой, это все не использовать. Дорогие друзья, я желаю всем нам хорошо провести, качественно провести эти 40 дней доброты и милосердия со стороны Всевышнего, принимать на себя новые заповеди и постигать любовь Творца к своим творениям. Агутен элюль!